Я не хотела уезжать с родного города. Я должна была научиться весь профессиональный спортсмен. То, что ей Бог дал, это ее трудолюбие. Если я что-то делаю, да, действительно, я стараюсь это делать до конца и максимально. Ты просто не имеешь права подвести и права на ошибку. Я прапорщик внутренних войск. Для меня это очень престижно. Просто обязана уезжать в теплые страны. Я заслужила, я еду на лепить кейт. Вот закончится сезон и, наверное, пойду на отдых. Талантливая от природы, неимоверно трудолюбивая и целеустремленная. Путь от новичка до призера Олимпиады Ольга Худенко прошла в рекордно короткий срок – всего за 6 лет. Сегодня, если посмотреть на медальные успехи уроженки Гомельщин, то они неизменно идут по нарастающей. В этой программе Ольга Худенко поделится секретами своего успеха. Спортивный путь школьницы с Хойник начался вовсе не из гребли. Будущая чемпионка мира и Европы и плавать-то не умела. Ее заметил Михаил Оземшин на соревнованиях по бегу, которым на тот момент занималась Оля. Именно Михаил Константинович и предложил ей сесть в лодку. Я решила попробовать. Вернее, не я решила, а моя мама решила. Я далеко не хотела уезжать с родного города, с дома, но мама как-то уговорила, убедила меня в том, что, возможно, это твой шанс. И я решила попробовать. Меня затянуло, мне это очень понравилось. Сегодня, глядя на то, как гоняется Оля, сложно поверить, что она когда-то не знала, что такое гребля. Да и вообще спортсменка никогда не мечтала связать свою жизнь со спортом. В детстве ей очень хотелось быть милиционером. Мечта отчасти достигнута. Сейчас Оля военнослужащая. Имеет звание прапорщика. Просто предложили воинскую службу, на что я согласилась. Для меня это очень престижно. Тренироваться в Хойниках возможности нет. Там отсутствует и база, и даже подходящий водоем. Спортсменка живет в Мозыре, но при любой возможности старается ездить на малую родину, где ее всегда ждут родные. Кстати, когда Оле предложили начать заниматься греблей, она не хотела уезжать из дома. Родным пришлось уговаривать ее пойти на тренировку. На первых порах будущий бронзовый призер Олимпиады не могла усидеть в лодке и часто выпадала. В какой-то мере это являлось такими маленькими неудачами. Но как известно, что неудачи скорее подбадривают, более мотивируют и заставляют идти дальше, работать еще больше. Ну, собственно, я, наверное, этим продолжала заниматься, потому что это такое прям желание, была упертость, и я должна была научиться. Оля – человек домашний. Если предстоит выбор между погулять или провести время с семьей, без сомнения, выберет второй вариант. Домашний уют, общение с родными, вкусная еда, приготовленная с любовью – всего этого очень не хватает из-за постоянных сборов. Для меня эти моменты очень ценные, потому что я действительно, ну, если брать в среднем, раз в месяц, раз в два месяца, если длительные тренировочные сборы и за границей, то это время скорее бесценно для меня. Из дома в училище Олимпийского резерва спортсменка уехала в 14 лет. Тогда маршрутки и автобусы не ходили так часто, как сегодня. Возможности съездить домой сводились к минимуму. Я очень редко ездила домой, я редко везла маму, я очень скучала, переживала, и маму переживала. Уже придя в профессиональный спорт, я принимаю это за должное, потому что я понимаю, что у нас такой вид спорта, что зимой мы просто обязаны уезжать в теплые страны для подготовки на воде. Ну, скорее, это уже привычка, это уже становится частью тебя, частью твоей жизни. Кстати, в прошлом году на главном старте года, вторых европейских играх, мама Оли на трибунах поддерживала дочь, которая вместе с Мариной Литвинчук стала рекордсменкой по количеству завоеванных медалей. Вместе они выиграли золото и бронзу в заездах байдарок двоек на 500 и 200 метров. Серебро в четверке на 500 метров. Когда зритель, конечно, видит эту красивую картинку, победный финиш на европейских играх, когда Оля с Мариной в двойке выигрывают с огромным преимуществом, это, конечно, одно. А то, что кроется за всем этим результатом, это совершенно другое. Я думаю, что немножко вы видели, как это все дается, с каким трудом. Еще по золоту девушки взяли в личных дисциплинах. Литвинчук на самой длинной 5-километровой дистанции, а Худенко на самой короткой – 200 метров. Спортсменки поддерживали друг друга на трибуне. В национальной команде по гребе на байдарках в принципе дружеская обстановка. Если вдруг понадобится помощь, я уверена, что помогут и поддерживают всегда. Что касаемо, когда мы становимся на дистанции, если вы это имеете в виду, то никаких разговоров абсолютно нет. Поэтому мы уже сами прекрасно знаем, сколько нужно делать грибков, сколько переходов. В общем, все прохождение дистанции у нас уже все изучено. Эти европейские игры изменили мнение Оли о непобедимых. Она обошла венгерку Дануту Козак – пятикратную олимпийскую чемпионку, завоевавшую на чемпионатах мира и Европы 30 золотых медалей. Осознание победы пришло к Оле только через несколько часов. За столько лет в спортивной карьере не надоело грести? Бывают такие моменты, наверное, у каждого спортсмена, что подустаешь и кажется, ну, вот закончится сезон, и, наверное, пойду на отдых. Надо отдохнуть, надо передохнуть. И знаете, сколько это длится? Это буквально три-пять дней, и потом после снова, как наркоман какой-то, идешь на тренировку, берешь весло и катаешься в удовольствие. Вот весь профессиональный спортсмен в этом. Сейчас уже Оля сама может быть кумиром для молодежи. С нее и других участниц четверки можно брать пример. Кстати, тренеры отмечают, что молодежь, которая работает вместе с олимпийской четверкой, прогрессирует довольно быстро. Кто был вашим кумиром, на кого равнялись, может быть, сейчас равняетесь? Когда-то в детстве я не очень нравилась наблюдать за победами Романа Петрушенко и братьев Будановичей. На данный момент для меня самый такой заслуженный человек Гребли – это Биргит Фишер, это немецкая спортсменка Гребчихова, которой 8 олимпийских наград. Просто невероятное количество медалей с чемпионата мира и Европы. Просто не перечесть всех ее титулов. Она действительно заслуживает уважения и почета. Кстати, в СМИ Олю довольно часто называют перфекционисткой. Но сама спортсменка не до конца согласна с этим. Если я что-то делаю, да, действительно стараюсь это делать до конца и максимально хорошо. Что касаемо прям такой дотошной точности, ну, я не знаю, возможно, окружающим виднее. В 2009 году мы начали наше сотрудничество. И можно сказать, что Оля проделала головокружительную карьеру от новичка до олимпийской медали. Наверное, ни одному белорусскому спортсмену в Гребле точно не удавалось такой головокружительный быстрый подъем. Если от природы Оля не очень одарена, скажем так, чувством воды, там у нее с техникой постоянные проблемы, мы очень много уделяем внимания этому на тренировки, то вот то, что ей Бог дал, это ее трудолюбие. То, что она больше всех работает и в нашей команде. И вообще это просто вот трудоголик, да, последней, наверное, своей этой мышцы, которая клеточки тела. Это ей скажешь, Оля, надо сделать вот это, это, она подумает, я еще сделаю это и это. Может, это ей придает уверенность в своих силах, может, это ей позволяет двигаться вперед. В этом она вся, скажем так, она вся в работе. И ее самое главное, этот плюс, это то, что она эту работу все делает и удовольствие в этой работе находит. Ольга Худенко долгое время оставалась в тени подруг по команде. Но неожиданными ее награды нельзя назвать. Гребля – это вид спорта, в котором необходимо тяжело трудиться, и девушка выкладывалась. Хотелось бы, наверное, подчеркнуть тот факт, что, чтобы люди не боялись отдавать своих детей в греблю ни в коем случае. Это прекрасный вид спорта, и, может, некоторые думают, что он не женский. Может, в какой-то мере, да, но он очень хорошо воспитывает, закаляет и, не знаю, выращивает что ли к настоящей женщине, спортсменок, очень хороших мам. Ну, то есть, спорт ни в коем случае не помешает. Такой вид спорта, как гребля, постоянно на свежем воздухе, вода, тепло. То есть, очень много плюсов. И хотелось бы, конечно, чтобы люди пробовали. Возможно, им это понравится, и они через сколько-то лет скажут им спасибо за это. Тренер женской национальной команды Геннадий Галецкий называет свою подопечную трудягой. За 10 лет их совместной работы спортсменка ни одной тренировки не провела в полсилы. Еще она очень любит силовую работу. Мне всегда импонировало направление, как что-то приближенное к кроссфиту. Какие-то групповые силовые тренировки, функциональные, на выносливость. Мне всегда это, в принципе, импонировало. Я сейчас, если мне выдается свободное время, ну, как свободное время, возможность на тренировке, я это применяю на себе, ну, то есть, как-то экспериментирую, чтобы это было не во вред моей деятельности. И в целом, я думаю, любой спортсмен, завершивший карьеру, понимает, что как бы бывший спортсмен не бывает, и он все равно свою связывает так или иначе жизнь со спортом. Он может не заниматься конкретно той деятельностью, которой он занимался, он может уйти во что-то гораздо кардинально другое. Все это поменять, ну, все же оставаться в спорте, соблюдать режим питания и все остальное. Я думаю, по такому же принципу, и меня сложится, но это очень сильно надеюсь. Поэтому, да, действительно, я бы хотела, не знаю, когда я завершу карьеру, дай бог, чтобы не скоро, но связать свою жизнь со спортом, потому что это уже стало. Я уже большую часть своей жизни занимаюсь спортом, и это как неотъемлемая часть меня. Сама спортсменка называет себя реалисткой. Оля Худенко старается оценивать свои силы без преувеличения. Она не любит скорых оптимистичных прогнозов и загадываний на будущее. Я живу сегодняшним днем, на сегодняшний день у меня идет базовая силовая подготовка, затем идет специальная подготовка на воде в феврале месяце, затем в апреле месяце у нас национальные отборы, где будут, я так понимаю, точнее уверенно, будут укомплектованы уже экипажи для того, чтобы представить достойную нашу страну на Олимпийских играх. Вот, собственно, как я живу. К Олимпиаде еще, скажем так, самая у нас идет страда, скажем так, выполняются большие объемы работы сейчас, чтобы быть готовым в августе месяце показать свой наивысший результат. Поэтому сейчас ни о какой готовности, скажем так, речи не идет. Идет просто титаническая напряженная работа. Представительница Гомельской области – универсальный боец на воде. За два дня на Европейских играх она выступила в четырех финалах, причем в разных экипажах – одиночке, двойке и четверке. Перестроиться для спортсменки не проблема, ей комфортно везде. Одиночке немножко легче, так как я выступаю одна, я сама за себя отвечаю. Если ты сидишь в экипаже с напарником, с напарниками, то ты просто не имеешь права подвести, и права на ошибку в принципе нет, не имеется. Это очень большая ответственность для меня психологически немножко посложнее в командном экипаже. Лицензии на игры уже завоеваны. Совсем скоро Оля вместе с другими девушками из нашей команды начнет борьбу за поездку в Токио. Две Олимпиады за плечами у спортсменки есть, но о самом главном старте этого четырехлетия Худенко говорит с осторожностью. Я хочу, чтобы все было честно, только пройдя отбор, чтобы с уверенностью говорить, что да, действительно, я заслужил, я еду на Олимпийские игры. Очень много спорта я уже получила. Я не говорю сейчас про какие-то материальные ценности. Скорее, то, как спорт воспитал, воспитал он не человека, насколько он меня мотивирует каждый день. А как для спортсмена-профессионала, скорее, движет, наверное, Олимпийское золото. Да, действительно, это очень большая мечта. Я думаю, каждый спортсмен, да не только профессионал, просыпается утром и видит перед собой золото только. Субтитры создавал DimaTorzok